Все пять человек должны коснуться дерева. Понятно вам? Наставь! Внимание! Марш! Посадите! Следующий сажает кто-нибудь! Пока одни преодолевают туристическую эстафету, другие лишь готовятся на нее выйти, наблюдают за соперниками и делают выводы. На бабочке упор нужно делать на нижние перила. Вот на радиусе нужно на руку намотать и назад упереться, чтобы был упор на веревку, чтобы баланс держать. Две попытки, ноль попаданий и плюс 30 секунд к общему времени. В этом биатлоне правила жесткие. Сначала дистанция, после, несмотря на сбившееся дыхание, стрельба по алюминиевой кружке. Попала вся первая команда, которая бежала. Каждый участник абсолютно попал с первой попытки и убежали спокойно. При этом молодцы, они снайперы все. А на этой площадке все решит не меткость, а сосредоточенность. Московское ориентирование только со стороны кажется видом нединамичным. Дана карта и даны номера. Здесь расставлены везде ленточки, которые нужно проткнуть по порядку. Сложно самое то, что вы делаете это все без плавок. Очень долго это все проходится. Нужно сначала найти, потом до туда доехать. Здесь они так расположены, что ездишь кругами все время. Преодолеть зимний рубеж здесь готов каждый. Проявить себя предстоит не только в спорте, но и интеллекте. Так определить эмблемы вооруженных сил России не так-то просто. Нужна подготовка. Преодолеть может, конечно, любой. Вопрос в качестве. Потому что сразу же видно, каких ребят везут из года в год на это мероприятие. Если посмотреть, например, на лыжные этапы, начинаешь сразу же видеть, что кто-то из ребят явно лыжный, кто-то ориентировщик. Каждый год видно, что уровень команд растет. Растет и число участников. В этом году команд в два раза больше. 26 сборных из разных районов Ярославской области. Третий год мы его проводим в таком формате. Стартовал он в Ярославском муниципальном районе. Мы проводили его в поселке Лесные поляны. Второй год он проходит на этой территории в центре города. Чем интереснее? Интереснее, наверное, тем, что у нас нестандартные виды, которые привыкли всех днезащитников отечества бегать, разбирать автомат, ходить в строим и так далее. Преодоление зимнего рубежа завершено. Время подводить итоги. Организаторы отметили, борьба получилась упорной. Среди школьников главный приз завоевала команда Александр Невский из Переславля-Залесского. Среди студентов Тутаевская команда «Право-Порядок». Александра Панкратова, Сергей Ватин. День в событиях.